Больше двух месяцев люди ждали открытия парикмахерских и салонов красоты. Наконец дождались, но теперь обслуживаться придется в новых условиях. Обязательно маска и перчатки, если своих нет, их можно приобрести на стойке администратора. Также администратор померит вам температуру и запишет все в журнал учета. Некоторые регионы открывать салоны красоты начали еще пару недель назад. До Московской области очередь дошла только 3 июня. Санитарно-эпидемиологический надзор опубликовал правила работы парикмахерских в период пандемии. Те предприниматели, кто с ними согласился, сегодня распахнули двери для клиентов. Прибежала, видимо, самая первая. Очень рада, очень долго ждали открытия. Вот, наконец-то дождались. Я очень рада, я очень долго ждала, два месяца ждала. И вот как только открылись, я решила сразу прийти и сделать маникюр и педикюр. Обработка поверхностей каждые два часа. Обработка инструментов после каждого посетителя. Максимум используемых в работе предметов – одноразовые. Регулярные проветривания помещений, обеззараживающие лампы. Все это сегодня норма для работы салонов красоты. Педикюр у нас отдельный кабинет. Он у нас оборудованный лампой ультрафиолетовой бактеризации, который мы включаем, когда клиентов нет, обработка проводится. В основном в салоне работают дезары всегда, даже не во время вируса. На входе урна для использованных перчаток и санитайзер. Кулер и кофемашина не работают. По новым правилам угоститься чашечкой кофе или чая не получится. Прием только по записи. Интервал записи между клиентами теперь 20 минут. Посетители должны ждать на улице. По звонку администратор приглашает клиента и провожает к мастеру. На полу яркая разметка. Так регулируется социальная дистанция. Раньше был парикмахер стилистом, а сейчас парикмахер хирург. Так про себя теперь шутят мастера салона красоты. Помимо маски и перчаток им приходится постоянно работать в хирургическом халате и головном уборе. Это тоже одно из требований Санпина. Говорят, очень жарко, дышать нечем. Но лучше так, чем не работать совсем. Плюс в том, что мы вышли хотя бы на работу. Работаем, у нас есть заработок. Минусов очень много. Дышать невозможно. В масках, еще в этих халатах очень жарко. Главное, чтобы никто не болел, все были здоровы. Это, наверное, единственное, что сейчас нужно, чтобы все выздоровели и не было второго потока. Все эти меры предосторожности требуют немалых затрат. Но руководство салона, где производилась съемка, не намерены повышать цены на услуги. Хотя и продукция подорожала сама, именно шампуни, и подорожала одноразовая продукция в несколько раз, 6 раз. Маска в 6 раз выросла. Раньше закупка была 3 рубля, а сейчас она стоит около 15 в лучшем случае. Халат тоже минимальный, закупочная цена, это 80 рублей. Это самый такой простой, без кнопок. Но мы решили клиентам не бить им рублем, а наоборот поддержать, чтобы люди пришли и смогли комфортно. Они тоже были без работы за 2 месяца, мы все понимаем. Поэтому немножко сами свою выручку подожмем. Нехватки в клиентах сейчас нет. Запись на несколько недель вперед. Хозяйка салона красоты прогнозирует, что спад настанет. Но не унывает и надеется, что вскоре вся страна заживет, как до пандемии. Юлия Погайсян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.